В эфире итоговый выпуск программы BookInform. Я, Виталий Матюшин и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым, насыщенным и интересным. Коротко о главном. По делам и награды. В рамках празднования 1 мая лучшим из лучших тружеников Брестского края было присвоено высокое звание Человек-года. Брест признан лучшим в выполнении показателей социально-экономического развития. Профсоюзы Беларуси отмечают 115-летие со дня создания. На главной сцене городского парка культуры и отдыха прошло торжественное мероприятие по награждению победителей областного конкурса профессионального мастерства «Умельцы Брещины». 75-летие отмечает Брестская краснознаменная пограничная группа имени Дзержинского. Торжественные мероприятия прошли у мемориального комплекса героям «Стражам границ». В рамках празднования лучшие военнослужащие пограничники были удостоены новых внеочередных званий, а также грамот и благодарности от руководства соединения. Об этом и не только прямо сейчас. Брещина торжественно и ярко отметила День весны и труда. Это, несомненно, хороший повод подвести определенные итоги работы. В 2018 году значительно вырос экспорт товаров и услуг. Брестский регион отправлял продукцию в 101 страну мира, открыл 10 новых рынков сбыта. В полтора раза перевыполнено задание по привлечению прямых иностранных инвестиций. В прошлом году в Брестской области реализовывалось сразу 17 инвестиционных проектов по созданию производств, туристических комплексов и медицинских центров. За каждым высоким показателем труд коллективов и ярких личностей лидеров. 1 мая в Бресте чествовали лауреатов звания «Человек года Брещины» и победители соревнования за достижения в 2018 году высоких результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития. Имена лауреатов и названия предприятий-победителей занесены на областную доску почета. Всех, кого сегодня собрала встреча, объединяет одно единственное качество – преданность своей профессии. Их называют лидерами, новаторами, идейными вдохновителями и покорителями самых высоких вершин – золотым фондом Брещины. Они строят дома, обеспечивают правопорядок, лечат людей, совершают научные открытия, руководят коллективами, возрождают село. И своим примером доказывают, что сегодня можно успешно работать не только в мегаполисах, столицах, областных центрах, а в районе и деревне. Экономикой области за прошедший год получено более 725 миллионов рублей чистой прибыли. Область лидирует в республике по экспорту сельхозпродукции. Вы профессионалы, добросовестные, ответственные люди с активной гражданской позицией. Золотой фонд не только нашей области, но и нашего государства. Благодаря вашему труду, уму и таланту Брещина динамично развивается и достигает успехов во многих отраслях народного хозяйства. Высокая награда – это не просто констатация факта. Это оценка деятельности тех, кто ежедневную, местами рутинную работу превратил в дело всей своей жизни. Среди городов областного подчинения победителем назван Брест. И, кажется, причин такого результата не счесть. Ведь сегодня город над Богом – это то место, которое вдохновляет. К юбилею Брест подошел с хорошими результатами. Но за каждым успешным делом всегда стоят профессиональные кадры. Первым на сцену поднялся председатель Брестского грузполкома Александр Рогачук. Самая моя большая гордость – то, что нам удалось поднять все слои населения на подготовку города к тысячелетию. Это не какой-то келейный проект, это в целом проект всех горожан. И то, что сегодня в руках мой диплом лучшего города области, я считаю это и заслугой, и авансом на 2019 год. Я как руководитель города, да, но не так часто получаю дипломы и награды, все больше как-то рабочих моментов. Даже я сегодня волновался, когда из рук губернатора получал эту высокую награду. Среди организаций сферы услуг был отмечен директор Брестводоканала Андрей Пролиско. Задач перед руководителем немало. Одна из основных – глобальная реконструкция очистных сооружений. Она включена в план основных мероприятий по подготовке к тысячелетию. Сегодня международный проект в завершающей стадии. К грандиозному юбилею Брещони получат еще один подарок. Но не только этим сегодня гордятся на предприятии. Реконструкция существующих водозаборов сейчас идет. Мы своими силами это все делаем. Перегрузка фильтров, дабы улучшить качество воды. Ну и, естественно, это перекладка сетей. Одна из самых-самых значимых услуг населению – это обеспечение водой и водоотведение. 700 человек добросовестно трудятся на сегодняшний день, обеспечивая наших жителей города Бреста качественной водой, водоотведением. Выполняет огромные поставленные задачи по подготовке нашего города к тысячелетию. Человек года Брещина определен в 15 номинациях. В числе аграрии, строители, работники промышленности и торговли, врачи, учителя, спортсмены и общественные деятели. Деловой хватки Михаила Белоусова и умению вести за собой большой коллектив позавидовал бы любой. Продукция с маркой Компа известна на всех континентах. Предприятие работает на рынке мясоперерабатывающей промышленности 28 лет. Это выпускает высокопроизводительное оборудование, на котором впоследствии работают мясокомбинаты и мясоперерабатывающие производства Беларуси и зарубежья. Три года назад мы вошли в тройку лучших мировых производителей самой сложной техники в мире. Две немецкие фермы, одной 66 лет, второй 99 лет. И вот мы с 28-летним стажем попали в тройку ведущих предприятий в мире. Поэтому заказы... Проблемы есть, конечно, с заказами, но все равно заказами более-менее обеспечены. Работа расписана на несколько месяцев вперед. В области строительства высоких результатов добилось открытое акционерное общество «Полесье жилстрой», руководит которым Анатолий Петринич. Предприятие – современная, мощная компания, входящая в число лучших строительных организаций. Ее рабочие активно застраивают территории, превращая пустыри в прекрасные санатории, современные жилые дома, коммерческую и торговую недвижимость. Мы приняли участие в переселении людей на западном обходе, построили целую улицу для переселения. Мы работали по западному обходу, мы реконструируем музей Берестия, построили налоговую инспекцию. А сейчас работаем на важнейшем объекте города – это новый автовокзал и реконструкция улицы Орджоникидзе. Вообще на Брещене живут с девизом «Сила не в индивидуальности, а в команде единомышленников. Успех каждого – это успех всех – коллектива, города, области и страны». 30 апреля в канун 1 мая в Минске открылась обновленная доска почета. Традиционно на ней лидеры среди областей и Минска, районов, городов и районов в городах, организации всех форм собственности. В этом году в почетном списке и Брещена. За достижение наилучших результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития Ленинский район Бреста занесен на республиканскую доску почета. Высокий статус – это общественное признание результатов труда каждого жителя района. Статус, который обязывает быть лучшими, а потому почивать на лаврах некогда. Накануне по инициативе главы администрации Валентина Милошевского прошел выездной совет руководителей организации района. О чем говорили, что обсуждали, расскажет Лариса Осмолович. Из чего складывается успех? Страны, города, района, предприятия или организации? Ответ достаточно прост. Успех создают люди своим трудом, своими знаниями, своей любовью к малой родине. Успехи Ленинского района тому подтверждение. За достижение наилучших результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития Ленинский район Бреста занесен на республиканскую доску почета. Каждый год прожитый районом – это шаг вперед. И, возможно, именно это движение благодаря усилиям каждого жителя, каждого трудового коллектива, предприятия и организации, руководителей нынешних и прежних. Те люди, которые работали, которые руководили областью, это, конечно, признание, в первую очередь, президента Республики Беларусь, правительства, область полкома, горесть полком. Это заслуга общая. Я еще раз говорю, мы рады и очень счастливы, что Ленинский район занесен на республиканскую доску почета. Но заслуга в этом всех, начиная от родового рабочего, от родового жителя Ленинского района, заканчивая президентом Республики Беларусь, потому что вклад сделал каждый то, что может. Усилия приложили все. Ну, а то, что мы очень довольны и рады, что у нас занесены на доску почета, но это еще и ответственность, это еще и большущий аванс на будущее. И мы прекрасно понимаем, понимаете руководители, мы сегодня вот разговаривая в кулуарах, обсуждая вот это все, мы понимаем, что еще больше внимания. Нам, казалось бы, уже высота, но всегда на острой вершине устоять сложно. Это интервью с главой администрации Ленинского района Валентином Милошевским мы записали в рамках проведенного накануне выездного совета руководителей. Один из объектов, который они посетили, построенный автовокзал, который откроется уже совсем скоро. Современный, отвечающий всем функциональным требованиям, он станет еще одним украшением областного центра. Жемчужины называют его строителем. Это такой вот через себя пропущенный объект, потому что он и значимый, и контролируемый со всех сторон. И, в принципе, скажем, в жизни может и будет очень отпечаток большой, поэтому, конечно, гордость есть за такое сооружение, которое влезти будет. На новом автовокзале учтены потребности людей с ограниченными возможностями. Инвалиды по зрению смогут ориентироваться здесь легко. Специальное обозначение навигатора дорожки именно для них, как и пандусы. Комфортно здесь будет и ожидающим пассажирам, и сотрудникам. Автовокзал, конечно, достопримечательность города Бреста будет в исполнении своем в основной массе стекла, прозрачного стекла, которое находится на фоне нашего памятника архитектуры железнодорожного вокзала, в чем и весь смысл был, чтобы он просматривался. Да, с городской черты просматривался сам железнодорожный вокзал. Достаточно уместительный, с большой пропускной способностью, с комфортными всеми подходами. Я хочу сказать, что те задачи, многолетние задачи, те многолетние потребности города Бреста в этой структуре, транспортной структуре, инфраструктуре, в школах, в больницах, они во многом были реализованы именно в эти годы. Строящийся фонтан на улице Советской у кинотеатра «Беларусь» – второй объект, где побывали руководители уже сегодня. Можно утверждать, что реальность превзойдет все ожидания. Это место станет точкой притяжения и горожан, и гостей города. Две основных чаши фонтана плюс строение стекла, предполагаемое кафе, ограненное струями водопада. И главная особенность – изюминка. Это будет музыкальный фонтан, где житель или гость нашего любимого города сможет заказать какую-то музыкальную композицию. И в исполнении фонтана и аппаратуры современной будет красиво звучать, играть фонтан. Строительные работы на этом участке очень сложные. То, что увидели руководители – две чаши и бетонный купол – это только видимая часть работы. Основная часть конструкции находится под землей. Когда строишь дом, видно сразу. Это вот красиво, 12 этажей, понятно, куда потрачены деньги. А здесь, с учетом того, что плохие грунты, что делалось водопонижение, что закладывалось сюда очень много той работы под землю, то есть это коммуникации и так далее, которую не видно сегодня. То есть мы сегодня видим, скажем, условно две чаши, какой-то монолитный купол и на этом все. А все вот там? А все вот там. Строительные работы уже прошли, скажем так, медиум, да? И мы планируем в дню города, то есть ориентировочно к 20 июля сдать этот объект. То есть все идет четко в графике. Работа ведется 7 дней в неделю. Поэтому, ну, все, что необходимо, делается. И я думаю, все будет сделано по высшему качеству. То, что сделано, это прекрасно. Это очень много сделано. Но есть желание навести еще тот порядок во всех дворовых территориях, внутри дворовых территориях, навести порядок в центральной части. Конечно, делается много. И с помощью руководителей предприятий, организаций. Город сегодня поделен на определенные зоны и ответственности. Мы где-то поддерживаем порядок. Но есть моменты, где нужно вкладывать. И это перспектива. И вот тот генеральный план развития города Бреста, который утвержден указан президентом в этом году, это и есть та вот дорожная карта, по которому город будет работать. Лариса Осмолович, Павел Малошонок, Антон Луговкин. Специально для программы «Итоги недели». Праздник 1 мая – особый день. Для кого-то это хорошая традиция – воспоминания об эпохе Советского Союза. Для кого-то этот день символизирует то, что его труд не проходит даром. Что он важен и ценен не только для самого человека, но и для его страны. Эту хорошую традицию праздновать 1 мая во многом позволили сохранить именно профсоюзные объединения. Защищая права и интересы рабочих, представители первичек всегда старались поощрить тех, кто трудится на совесть, беспокоясь о благополучии родного предприятия и города. В этом году крупнейшая общественная организация отмечает важную дату – 115-летие. Чего добилось профсоюзное движение за это время? Насколько перспективна и многопрофильна их деятельность сегодня? В чем и каким видят будущее ее лидеры? Об этом и не только в сюжете Анастасии Наздрин-Плотницкой. 1 мая давно уже считается праздником весны, идей и творческих совершений. Традиционно в этот день городской парк не просто обретает яркий наряд. Он оживает детскими улыбками и смехом, и тем огромным количеством горожан, которые искренне рады всему, что происходит. И именно городской парк 1 мая становится местом встречи представителей большой профсоюзной семьи разных лет. На сцене в честь тех, кто активно трудится на благо страны, звучат слова поздравлений, пожеланий и, конечно же, в качестве подарка большой концерт. Пословица, как говорит, умение и труд, все перетрут. Будет желание, будет потом сноровка, навыки появляться. А есть такое, значит, вот это вот желание работать, желание постичь чего-то и превращается или трансформируется в любовь. Любовь к делу, к работе своей, к коллективу. Дорога в 115 лет была непростой, но очень интересной, запоминающейся, остающейся в памяти на долгие годы. В 1954 году прошел совет. Назывался совет профсоюзов. Саша объединение, это называется областной совет профсоюзов. Вот, в 1954 году. Ну и ушел на пенсию в 1991. Вот, поработал 37 лет. Делал все то, что необходимо, значит, силы все свои, пока положил для того, чтобы и помощь делать, и укреплять профсоюзную организацию областную работников культуры. А это интересная организация работников культуры. Это люди, которые несут добро в наше общество. И поэтому я после вышел, вы знаете, что уже был на другой, ну, не связанной с профсоюзами работе. Но все время мне еще снилось, наверное, несколько лет, понимаете, все это дело. Поэтому я низко кланяю еще всему профсоюзу, не только культуре, а всему. За их добро, за их заботу о людях, за их, так сказать, ну, настоящее такое качество, значит, сделать все, чтобы было больше пользы людям. На долгие годы остается в памяти и празднование 1 мая. Это торжество, в рамках которого есть хорошая возможность сказать спасибо всем тем, кто уже не один год является активным представителем крупнейшего объединения страны. На сцену поднимались герои дня. Победители областного конкурса профессионального мастерства «Умельцы Брещины». А это представители самых разных профессий. Врачи, медсестры, педагоги, продавцы, кондитеры, социальные работники, работники железной дороги, лесного хозяйства, организации строительного комплекса газовой отрасли. В профсоюзах я давно как устроилась на работу, так и состою. Играют, ну, важную роль играют. И помогают нам по мере возможностей материально и морально. И разные праздники организовывают на предприятии. Очень такая активная жизнь, спортивная и разная. Очень интересно. Я еще и спортсменка, в общем, участвую в всех мероприятиях нашего Ковринского хлебозавода. Поэтому очень нравится, да. И хорошо, что у нас есть такие вот профсоюзы, где мы можем поучаствовать, где нам могут организовать, для нас что-то сделать. За вековую историю профсоюзы стали социальной реальностью, включены в структуру общества в качестве важнейшего элемента, гласит устав. Сегодня практически каждый предприятий, организаций и области имеет свою первичку. Профсоюзные лидеры инициативны, активны и награды для них – подтверждение признания и авторитета. В профсоюзной организации я практически столько у меня есть стажа, трудового, столько у меня есть и профсоюзного стажа. Ну, профсоюз есть профсоюз, без его мы никуда. Это наша защита, это наша надежда. Жизнь и здоровье людей, в первую очередь, это самое главное, что может быть. Это награда для нас первая такого уровня. Мы очень гордимся этим. Эта награда мы получаем благодаря нашим общественным инспекторам, нашим специалистам по охране труда. Ну и, конечно же, всем, пусть различным, так скажем, людям. Идея профсоюзного движения «Сближать и объединять» реализовалась. Погода благоприятствовала празднованию. Люди активно включались во все мероприятия, поддерживали интересные акции и флэш-мобы. Профсоюзная организация 20-й школы города Бреста представлена здесь массово. Мы с удовольствием друг с другом собираемся, общаемся, смеемся. Для нас это важно провести вот такой чудесный день в коллективе. Мы вместе. Этот девиз профсоюзов Брещен в городе над Бугом реализовался сполна. Парк воинов-интернационалистов также стал площадкой массового отдыха горожан. Этот весенний праздник отмечен особым чувством солидарности всех тех, кто своими руками создает настоящее и строит будущее. Этот год для профсоюзов нашей страны особенный. Он проходит под эгидой 115-летия профсоюзному движению Белоруссии. Уважаемые труженики, желаю, чтобы ваши труды приносили всегда желанные плоды в виде результата. Чтобы работа была в радость. Пусть поставленные цели осуществятся, а финансы приумножатся. Артисты Дворца культуры профсоюзов подготовили для горожан большую концертную программу. Душевность, искренность и, конечно же, эмоциональность чувствовались во всех выступлениях. В этот день все было посвящено Белоруссии, ее красоте и ее трудолюбивым людям, которые умеют не только хорошо работать, но и отдыхать. Я тебе давно кахаю, я тебе давно кахаю, самая калышка. Мы сегодня говорим о том, что человек может нормально развиваться, жить и работать только тогда, когда у него есть уверенность в завтрашние дни. Тогда, когда мы вместе работаем, у нас все получается быстрее, лучше и качественнее. В этом и заложен самый главный принцип профсоюзов. Когда мы вместе, наше единство и в этом наша сила. Продолжая профсоюзную тему, стоит оговориться и еще об одной их важной функции – следить за соблюдением вопросов охраны труда. На текущей неделе рейдовая группа технической инспекции труда провела мониторинг соблюдения законодательства на 18 предприятиях Бреста. В их число были включены и организации, где были зафиксированы несчастные случаи. К каким результатам проверки пришли представители комиссии и следят ли за соблюдением требований техники безопасности на производстве. Подробности в следующем материале выпуска. В центре внимания инспектора в первую очередь предприятие, где работа сотрудников связана с риском для жизни и здоровья. Именно поэтому один из пунктов проверки – ДЭП. Сегодня в состав организации входит несколько разнопрофильных служб. Наши предприятия достаточно многофункциональны, поэтому само название предприятия дорожно-копуляционное не совсем отражает нашу специфику работы. Это не только дороги, тротуары, благоустройство дорог. Это и ливневая канализация, очистные сооружения, насосные станции. У нас в 2016 году присоединили предприятие «Горсвет», поэтому на сегодняшний день это практически 30 тысяч светоточек. В здание по улице Янки Купалы предприятие переехало несколько лет назад. Одна из задач, поставленных руководством – обустроить территорию с учетом интересов людей. Инспекторам были представлены будущая столовая, спортивный зал и новые бытовки. Все, чтобы работники могли чувствовать себя комфортно. Регулярно мы проводим рейды. Вот в апреле проходим, спрашиваем, разговариваем с рабочими, что не устраивает, где-то какие-то нюансы, где-то в сушилке надо вентиляцию добавить. Ну, то есть охране труда, я считаю, уделяется большое внимание. Спецодежды все обеспечены в полном объеме. Есть возможность постирать спецодежду. Заключены договора со снежинкой, чтобы стирка осуществлялась. Дорожная техника – зона повышенного внимания. Понимая, насколько она травмоопасна, проверки машин на Мехдворе практически ежедневны. Техника вся очень разнообразная. Всего на предприятии около 100 единиц где-то техники различные. И вся техника, чтобы, можно сказать, было повторяющейся, очень мало. Поэтому здесь свои возникают сложности при ремонте и эксплуатации данной техники. Для ремонта техники у нас вот имеется такое помещение – ремонтные мастерские. Ремонтные мастерские обеспечены, в принципе, всем необходимым. Есть сварочный участок, есть токарный участок, слесарные помещения. И само помещение для ремонта, где есть кран-балка, смотровые ямы. Вот здесь мы осуществляем ремонт техники. Кроме ремонта, естественно, осуществляется техническое обслуживание. Технические инспекторы проверили все площадки, где ведут работу специалисты дорожно-эксплуатационного предприятия. Ведь каждый участок – это новая категория опасности для жизни и здоровья. Документация, спецодежда, проведение инструктажей по технике безопасности. Итоговая оценка – отлично. Мне достались довольно сильные предприятия, в которых, ну, будем говорить так, на довольно высоком уровне ведется работа в плане охраны труда и обеспечения здоровых и безопасных условий труда работающих. 18 предприятий города прошли большую проверку по вопросам охраны труда. Да, сегодня есть еще над чем работать, но ясно одно – люди сами стремятся соблюдать технику безопасности, понимая, что от одного неграмотного поступка может зависеть жизнь специалиста и его близких. Мы что увидели на предприятиях? Конечно, есть предприятия, которые очень хорошие, показатель, можно о них много рассказывать. Вы сегодня видели на Брестском дорожно-эксплуатационном предприятии, побывали, увидели, как там организована охрана труда. Ну, большинство тоже, мне говорят, и строительные объекты, которые мы посетили, и школы, сады, и то же самое, и промышленные предприятия. Что, в принципе, работа нанимателей, работа профсоюзных комитетов поставлена на хорошем уровне. Есть недочеты. У нас еще была поставлена перед нами задача, чтобы посетить предприятие, где был травмозизм 2018 года, со смертельным исходом несчастных случаев. Работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций на производстве продолжится, и без внимания не останется ни одно предприятие. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Итоги недели. Три четверти века на страже. Брестской краснознаменной пограничной группе имени Феликса Держинского исполнилось 75 лет. Как всегда, масштабно и грандиозно отгремели праздничные мероприятия в Бресте, в городе которой, наряду с крепостью героев, ассоциируется с государственной границей. Этот день защитники рубежей отметили традиционно при полном параде. Подробнее в материале нашего корреспондента Виктории Нечаевой. Торжества по случаю 75-летия Брестская краснознаменная пограничная группа имени Держинского стартовали у мемориального комплекса «Стражам границ». Здесь сегодня собрались представители власти, ветераны пограничной службы, офицеры, личный состав. Среди людей в зеленых фуражках можно было встретить тех, кто был начеку в годы военного лихолетия, тех, кто продолжает охранять рубежи Беларуси сегодня в мирное время. По традиции, почтили память погибших в боях за свободу и независимость, возложили цветы к подножию мемориала. С сложностями я не сталкивался, поскольку это мой родной город, моя часть, которую я знаю, наверное, с детства. Каждый обрешанин знает эту часть. И я очень горд, что попал в близкий пограничный отряд. Очень радует о том, что граница развивается, несмотря на те сложности, которые есть и в государстве, и непосредственно здесь в органах пограничной службы. Имея возможность же со стороны смотреть на то, как это сегодня происходит, я могу с уверенностью сказать, мы передали в руки, в надежные руки охрану государственной границы. И нет никаких сомнений о том, что она будет охраняться так, как требует сегодняшнее время. Всех, кого объединила праздничная дата, знают друг друга хорошо. Здесь каждый понимает, Брестская пограничная группа имени Дзержинского – это единый слаженный механизм, где все выверено до мелочей. А допустить ошибку – значит подвести весь коллектив. Брестская погрангруппа – соединение, которое всегда было в числе лучших. Не только на территории Беларуси, на пространстве бывшего Советского Союза. Сегодня наши пограничники с честью и достоинством несут возложенные на них задачи по охране государственных рубежей. За истекший год Брестская пограничная группа задержала порядка 172 нарушителей дистанционных границ. Из 26 стран 430 килограмм наркотических средств, 7 каналов нелегальной миграции предоставлено на участке пограничной группы. Соответственно, исходя из этих результатов, мы можем выйти на те перспективы, которые есть. Это, во-первых, укрепление украинского направления, устройство ассоциализационных комплексов в рубеже основных инженерных сооружений, модернизация ассоциализационных комплексов на западном направлении, ну и, соответственно, развитие в физическом плане. Охраняются участки границы с Польшей и Украиной. Общая протяженность 352 километра. Да, там, где начинается наша страна, напряженно и опасно, но жители пограничного Бреста могут спать спокойно. Держать под контролем большую территорию позволяют современные технологии, методики, новое оборудование и, конечно... Следует отметить, в первую очередь, человеческий фактор. То есть, люди, подготовленные контролеры, способны выявить даже современные поделки, которые изготовлены на достаточно высоком уровне. Слова поздравления от представителей органов власти звучали сегодня на торжественном собрании, посвященном 75-летию Брестской краснознаменной пограничной группы имени Держинского. Оно состоялось в Академическом театре драмы. Брестские пограничники не раз показывали примеры четких и слаженных действий при выявлении и задержании нарушителей государственной границы и пограничного законодательства. Это тот бесценный багаж, который во многом способствует престижу вашей службы. Уверен, что вы и в петь с честью будете выполнять свой долг, сохраняя высокий боевой дух и лучшие традиции своих предшественников. На торжественном собрании чествовали отличившихся пограничников, тех, благодаря которым наша граница всегда открыта для гостей и прочно закрыта для злоумышленников. Очередные воинские звания, медали и грамоты получили представители командного состава, ветераны, молодые офицеры, добившиеся определенных результатов в военной карьере. Капитан Илья Асташевский вот уже 6 лет в любой момент может подняться по тревоге. Стать пограничником хотел со школьной скамьи. После школы хотелось поступать в военное заведение какое-то. Ну, уже при поступлении приехали пограничники, предложили. Ну, интересно какая-то своя специфика. Показалось, что может быть. Даже это то, что я искал. В три поколения ни одного военного не было. Это тоже толчок такой был, пойти именно на военное. Завершился праздник концертом. В нем приняли участие творческие коллективы Бреста и Минска, а также военный оркестр Брестской краснознаменной пограничной группы. Мы вновь пограничную штуку несем, и вновь на грехах отвечаем мы ей. Далеко, далеко, отсюда, наш дом, и все-таки он, нас не надо ехать здесь. Виктория Нечаева, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Итоги недели. Меньше чем через неделю белорусы будут отмечать самый светлый праздник в истории нашего государства. День Победы. Администрация города над Бугом подготовила большое количество торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 74-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Накануне праздник «Мы, наследники Победы», прошел на базе молодежного патриотического центра. Юлия Селюк расскажет, насколько интересную программу мероприятия подготовили организаторы и кто принял в ней участие. На территории Брестской крепости с июля 2018 года свою работу начал молодежный патриотический центр. Уже сегодня он оснащен материально-технической базой, которая необходима для его полного функционирования. Важно, что деятельность центра направлена на подготовку молодого поколения к воинской службе. Наш патриотический объект уже успешно развивается и вот почти за год своего существования уже объединяет более 200 ребят, которые занимаются здесь в центре, в 14 объединениях по интересам различной направленности. Это военно-патриотические клубы, военно-патриотические объединения, спортивно-технические, краеведческие. У нас успешно развивается направление туризма, именно туристско-прикладных многоборий. На базе патриотического объекта было многолюдно. Здесь собрались учащиеся военно-патриотических классов, военнослужащие Брестского гарнизона, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий в Афганистане, а также представители общественных организаций, людей разных профессий, национальностей и поколений, объединило и сплотило одно – общая победа нашей армии, сражавшаяся до последней капли крови. И сегодня можно с гордостью и уверенностью сказать – Брест помнит все. Никто не забыт, ничто не забыто. На территории Брестка крепости здесь стоял 125-й стрелковый полк, который принял первый удар фашистов на нашу родину. И все они здесь полегли. И вот они лежат, мы стоим на земле, они лежат под нами. Но память о них сохранена не только в Брестской крепости, а и в сердцах. Мы хотим, чтобы эту память сохранили не только мы, вот все сейчас живущие ветераны, а чтобы эту память сохранилась эта молодежь, которая стояла с нами здесь, молодые люди. Чтобы они воспитывали своих детей, своих потомков, чтобы они стали такими же защитниками, как были их отцы и деды. Организаторы праздника «Мы», наследники Победы, подготовили яркую, насыщенную программу. В ходе мероприятия состоялся митинг с возложением цветов к памятнику воинам-артиллеристам, награждение победителей областных акций «Долг и память», а также «Беларусь помнит». Не обошлось и без зрелищных показательных выступлений, учащихся объединений по интересам кинологов, которые со своим четвероногим другом продемонстрировали высшее мастерство взаимопонимания. Такое мероприятие пользуется большой популярностью молодого поколения, для которых День Победы – особенный день. Для меня День Победы – это большая гордость за наш народ, за нашу страну, то, что мы смогли преодолеть такой трудный путь от начала войны до конца и до победы. Пока сохраняется память, и прежде всего среди нашего молодого поколения, среди наших учащихся, о тех событиях, которые происходили в том числе и здесь, на территории легендарной Брестской крепости, будет, наверное, и существовать наше молодое государство. Будут уважаться традиции, которые закладывались отцами и дедами. Это очень важно, это очень символично, и я считаю, что, наверное, в этом и заключается основная суть воспитательной работы. Воспитательной работы с нашим молодым поколением. Юлия Силюк, Андрей Щербан, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50. Утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 5 мая погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты, разделяющие прохладную воздушную массу и более теплый воздух, поступающий с территории Украины. В Бресте в воскресный день пройдут дожди. Ветер переменных направлений умеренный ночью, порывистый днем. Температура воздуха минимальная в ночные часы 7-9 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 11 градусов. 6 мая сохранится влияние малоподвижных атмосферных фронтов. В Бресте будет пасмурно, комфортности не добавит и северный ветер. К вечеру возможен дождь. Плюс 4-6 градусов прогнозируют синоптики ночью, не более 10 в дневные часы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин